КУХНЯ КЕЙЗЕТ Актау. Город Актау в прямом смысле появился из ниоткуда. В 1963 году его отстроили с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом. С 1964 по 1991 год город носил название Шевченко в честь украинского поэта, который находился здесь в ссылке в XIX веке. Был построен Пикаспийский горно-металлургический комбинат, который включал в себя добычу урановой руды, ее переработку и обогащение. Ныне от него остался законсервированный самый крупный урановый карьер в мире. Казахстан Актау переводится как Белая гора, так как здесь очень большие залежи ракушечника. Ознакомить нас с этим городом и с кухней будет наш друг, блогер Арсен Довлетов. Давай поздороваемся, кому-то первый раз. Салем до стара, рады приветствовать вас на нашей святой магиставовской земле. Сегодня мы посмотрим много нового, может даже насладимся кухней. Так символично сложилось, что сзади нас находится памятник маяка. На самом деле сам маяк находится в четвертом микрорайоне на жилом доме. То есть если считать, то в мире два таких, и один у нас в Актау расположен на жилом доме маяк. 73 метра. 73 с жилым домом или сам маяк? Нет, вот он от уровня моря, 73 метра, представляешь? Это как в фильме, 3 метра мы до уровня моря, а там 73, да. Уровнем Каспийского моря, да. Все, давай познакомим нас с городом, посмотрим, что здесь интересного. Кит, кит, кит. 16 лет я уже гастролирую по Казахстану, в Актау в год, наверное, раз 5-6 приезжаю минимум. Но почему я в этом месте первый раз? Ответ простой. Буквально недавно построили у нас скальную тропу, и поэтому ты здесь не был. Сзади у нас большая пещера, их было две. В одной расположилась гостиница Каспиен Ривера, а первую, собственно говоря, здесь. Здесь были дикие места, Айкен, люди здесь не ходили. Я помню, был ребенком, мы спускались еле-еле. На канатах мы специально на места были, купались, да. Потом люди даже были против, чтобы дикую природу мы немного там нарушали туда-сюда. Но нашлись инвесторы, которые сделали грамотно, и прям для людей здесь. Люди приходят, фотографируются, здесь еще музыка везде играет, по всей набережной. Ну что, Айкен, я приветствую тебя в усовершенствованной пещере 2.0. Можешь передать привет вон туда нашей доблестной полиции. Да, птички, да, поскольку все равно нужно наблюдать, чтобы всякие люди здесь не нагадили. Сейчас мы находимся возле монумента корабля под названием «Каравелла Колумба-Санта-Мария». То есть, когда-то Христофор Колумб поехал открывать Индию и открыл Америку. Вот на такой копии корабля. А этот корабль у нас открыл городской Акимат. Спасибо, Акимату. Кстати, насчет кораблей. Ахтау – это единственный город в Казахстане, в котором есть морской порт. Порт Шевченко. То есть, он связывает нас с Азербайджаном, Ираном, опять, короче, 5 стран. И через этот порт я один раз привозил машину, я купил, короче, в Дубае машину, через Иран ее пригнали, ну, через море пригнали сюда и дальше живут. Да, танкеры сюда, потом ты ее растаможил, ее пригнал в Алма-Ату и продал. Короче, мы с этого порта отправляем нефть с газом, по-моему, да, и сюда привозим машину. Да, транспортировки нефти, также зерна. А, зерна, да. Да, тоже есть. В общем, так что у нас есть порт. Нужнородный. Вот эту песню недавно я исполнял, когда здесь был концерт, здесь была полная пушка, чтобы там показать. И вся площадь вместе со мной эту песню пела. Было глупо. Я понял, точнее, он понял, что надо перекусить. Давайте попробуем Октавский стрит. Тут. Это клапсендис из Берша, это панини из Кефаля, это все рыбы, пойманные из Каспийского моря. Это получается все местные рыбы. Приятного аппетита. Местный, местный, местный. Так, как называлось? Импанада. Чебурек, он? Чебурек из осетрины, короче. А сетра? Это красная книга, да? Красная книжка. Ну, можно официально купить. Надо с красной книжкой, ой, с кетчупом красным кушать. Рыба очень полезна, сам знаешь. Да, вот вкусно. Вообще, те, кто питается рыбой часто, те, кто живут около моря, они не болеют. Ну, у них не страдает йододефицитом, у них горло не болит, потому что дышит солью. Импанадет крепче. Да, импанетет крепче. Поэтому, да, когда мы до этого с тобой разговаривали, немножко дерзко так отвечают. Кальция много. Но должен не забывать, что нас ждет самое главное блюдо. Так, кефаль попробуй. Кефаль. Даже не знаю, с какого места начать. Кефаль. Ты всегда думаешь о нас. Кефаль вообще мощно, просто здесь еще надо уметь готовить. А ты знаешь пример, как они выглядели? Выглядят с рыбой. Ну, вот это где-то такая была примерно. Еще есть у нас подводная рыбалка в Магастау. Стреляют кефаль. Ночью? Днем. Ночью, ночью, естественно, ночное видение есть. Ну, так, как бы это официальная охота, там они обмундирование, ныряют. Даже вид спорта такой есть. С аквалангом? Нет, не с аквалангом. Ну, с аквалангом это, нет, без акваланга. Они набирают воздух, ныряют. Там, минуту под водой. Да, с гарпуном. Какое самое коронное блюдо города Ахта отличается от других городов? Ну, уже, наверное. Нет, я думаю, что это беш из рыбы. Бешбармах обязательно бешбармах. Ну, верно, да. Обязательно. В Алктан, Еттен, Голад. Очень вкусный. Выживается фишбармах, да? Очень вкусный. Получается, наверное, это фишка. С осетрины. Это фишка, да, с осетрины только делают. Алктан, бешбармах, в Сайда. С аквалангом это фишки, получается. Фишбармах. Фишбармах это получается как бешбармах, да? Да, только это из рыбы. Из рыбы, да? Это осетрины. Ты пробовал? Я, да. Да? Понравился тебе? Осетрина очень вкусная, да. Она как мясо, он такой наваристый. Очень вкусная и запретная, да? Ну, почему запретная? Если легальная, она... Нет, если легальная. Полчаса легальная, а осетрина тоже продается. А в магазинах? В магазинах? Да. Айкон, перед тем, как кушать, я тебе хотел рассказать про это блюдо, балгурдак. Так, это желудочек ягненка. Это желудок ягненка. Да, желудок ягненка. Так, перед тем, как его приготовить, ягненок должен быть белым обязательно. Отбеливают, чтобы ягненок. Они его не отбеливают, но он должен быть белым, не черным. Белым. Говорят, что если ягненок будет черный, то какие-то вкусовые качества, ну, не те. В желудочек помещается, опять-таки, мясо ягненка. Суровую. Короче, мясо ягненка засовывают в желудок ягненка и варят два часа. Также лук и два часа запекают именно. Запекают. Собственно соку. Собственно соку все варится два часа и вот нам подается. Это блюдо, оно считается такое непростое. Даже вот Каспиен Ривьера подавали с Ельбаса, а также вот нынешнего президента нашему. Ну, в общем, все приятные. Мы третий, короче, кто-то пробует это блюдо здесь. Попробуй, я просто часто пробую. Ощущение? Чувствуешь, что ягненок был белый? Непередаваемые ощущения. Девочка, по-моему, была, да? Кстати, да, ягненок должен быть обязательно девочкой, я этого не сказал. Так вкуснее. Обычного курдака. Просто чувствуется он более нежнее мяса. И я, по-моему, в Магистау был в той ладо, и там подавалось такое же блюдо, только там внутри еще давалось морковь было, лук, баклажан. Ну, везде лишь по-разному готовят. В данный момент здесь готовят вот так. Хороший, прикольный блюдо. Ну, это блюдо казахи очень любят, потому что баранина. Особенно ягненка мы обожаем. Особенно если девочка, если белая, вообще тем более. Казахи только мясо едят. Классно? Я думаю, самое время теперь все-таки заняться основной целью нашей программы. Мы пришли изучить, получить рецепт фиш-бармаха. Беш-бармаха из мяса. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы специально для кипятки в кипятке. Так, кидаем морковь. Параллельно кидаем морковь, да? Морковь. Я делаю. Лук? Ага. Целый лук надо? Рецать не надо, да? Цельный лук. Цельный лук. Перец. Гороший. Гороший, перец. Ага. И соль. Соль на вкус. Итак, 30 минут прошло. Мы прокипятили хрящ и ненужные части осетра. Оказывается, мы кипятили это для того, чтобы взять бульон, все нужное для бульона, чтобы бульон был густой. Теперь этот хрящ выкидываем, оказывается. Хотя я бы в Алмате съел, потому что я хрящ, я люблю. Так, вытаскиваем все. Так, берем филе. Филе осетрины. Да. Нарезаем. Большой осетру был, да? Пятикилограммовый. Это средняя рыба. Ага. Нарезаем кусками. Вот такие. Большими кусками. Туздок. Туздок на бешпармак получается. И туздок для сильно соленый туздок подадим. Если соли не будет хватать, будут макать и кушать. Туздок, Тавин Арсен, я думаю, любая хозяйка казахстанская знает, что такое туздок. Бешпармаха дайен дайен. И у каждого разные рецепты. От рецепта туздока зависит бешпармах. Бывают такие дни, что продадим пять табаков в день. В общем, если хотите попробовать бешпармах из осетрины, вам нужно приехать сюда. Потому что в Алмате это не дешевое удовольствие. Дешевле билет купить, наверное, в Ахтан, чем в Алмате осетрины принять. И сюда же зеленый лук. Тоже мелко. Я бы помог вам, но я просто на кухне, я только мешать умею вот так и ищу, и все больше ничего не умею. Рецепта примерно 50 на 50, зеленый и репчатый лук. Так, осетр наш готов. 30 минут прошло, получается час уже. Вытаскиваем. Остался только бульон. Здесь у нас рыба, картошка готова. Да. Теперь? Теперь мы отсюда берем жир, чтобы... А, лишний жир убираем, да? Я только резу тимею, бешпармар. И баран резу. Май гуямыз. Астана, джавыспас, шунда? Да, джавыспас, шунда. Минде, хандай май болу? Бол, баллы, узный май. А, узный, ну, калай шагардыңызгол майды. Битнен, битнен, битнен альптол. А, битнен жилдан май. Мынау 10 адамны порциясы, примерно, да? Нет, мынау, козыр, 5 адамны порциясы. А, 5 адам, 5 адам. А, 10 адам болса, тол дыр, козыр. А, 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 а. Так, дайын болды ма? Дайын, болды. Сонымен, хоремет көрімендер, сіздер көздеріңше бүгін біз фишпармартың дайындау әдісін үйрендік. Негізі, бешпармартың енді, өзгешелік, ондай сондай бір, анақұрлым көбіеме шығар, бірақ, сонда да біздің міндетіміз, анақтар әдісі, бір кезеңізді, әдісі, хай қақат! Поэтому я думаю, миссия сеғуніша наша выполнена. Мы узнали рецепт приготовления фишпармаха. Теперь самое время его попробовать. worth масла Тут абелр感, 어� Ден ендіг ізміүр the Барабаха нәдің�р әдіпт... Нам не стало интересно, что вы там приготовили. Как говорят молодежь, тема. Вареное мясо, еще рыба, диетическое блюдо почти. Ну что, без шпарма, то есть много плюсов. Очень много плюсов. Если все не сидим, я, наверное, домой заберу. Ну там 25 человек за кадром ждут в своей очереди. Ну, не буду врать, я не первый раз пробую это блюдо, всегда мне нравится, потому что реально мясо осетра, осетровую породу рыб, это непередаваемое ощущение. Еще я знаю, что мангсталда, наурус называется по-другому. Курсу. И он празднуется раньше, допустим, Казахстан 22 марта. Он празднуется 14 марта. А здесь 14 марта. И он называется Курсу, потому что в казахской эстраде очень много артистов западной части Казахстана. И где-то 14 марта все, короче, портой добрый, желтанно, все давай, начинают здороваться. Историю примерно скажи этого праздника. Эта традиция здесь давно, она изначально. Ты говори, я пока кушну. Хорошо. В общем, казахский Новый год это точно такой же, просто по датам немножко раньше. И обязательно младшее поколение дает дань старшему поколению. Дань в плане бабки? Нет, в плане просто уважения. Уважение, да. Они должны прийти к старшему поколению, к Курсу, они вот так двумя руками. Ну да, Курсу, Курсу, это как бы есть такое, что Курсу, это зиму пережил. Да. То есть семья, раньше жили отдельно же, все семьи жили и зимой не виделись. Зимой не виделись. И как зима заканчивается, они видятся, типа, как зиму прожил это? Малым, Байротом. Да, на самом деле сейчас как бы в инстаграме друг по другу подписаны, но все равно. Да, да. Все нормально, все хорошо. Все хорошо, да. Все живы, здоровы. Да, даже вот в крупных компаниях именно этот праздник даже празднуют. Кстати, он неофициально. По-моему, я слышал, что на государственном уровне хотят... Вести как-то? Не вести, а празднование. В этом году, по-моему, праздновали. Ну, у нас это как бы... Даже если где-то там это неофициально, у нас здесь все стало официально. То есть это все празднуют. В больших компаниях девушки одевают... Один вопрос. Вот если я алматинец, я хочу приготовить фишпармахт. Где я могу официально купить мясо осетра? Вы официально можете купить также в Каспиен Ривьер здесь. Ну, это как сумели, это же здесь. Нет, имеется в виду у нас в Актал, есть магазин, где официально с документами вам продадут осет. А, то есть тебе нужно... вам нужно всем, получается, записать номер Арсена, позвонить ему, чтобы он купил здесь. А не проблема отправить? Нет, если документы есть, нет никакой проблемы. А филиалов нет в других городах? Или только надо сюда обязательно прилететь, чтобы попробовать? Нет, почему? Ну, в Актал только можно купить. Если хотите, в Фишпармахт, короче, надо ехать на запад. В Алмате тоже можно купить, их только рыбу. Да, ну, в плане, в Алмате, осетра, там, не знаю, в супермаркете не найдешь, реально, и черную икру не найдешь тоже. Кстати, надо черную икру купить. Ну, это уже потом поговорим. Здесь продаются? Здесь, да, здесь, кстати, у Каспиен-Ривьера... Есть икра черная? Ну, как бы, у них сезонно, то есть, когда икру метят. А вот Багана, вот то, что зарезали оттуда, там, ш-ш-ш, икра. Это вырежите, пожалуйста. Друг взял невесту с запада Казахстана, ну, не Сахтау, Сатрау. И как калматинцы истинные, они открыли пригласитель, ну, кухталар в гостинице, приехали в гостинице, и там написано 7 часов свадьба начинается, короче. Все, они 7.15, короче, путут кухталар , короче, то, икру, сидят туда, зашли, а там официант только гладит. Он даже не накрывал. Да он даже не накрывал, говорит. Он как это на 7 позвали, ну, ну ладно, чуть подождем и сидели, короче, ждут, 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 ждут. 9-30 уже спит, короче, отец и отец жениха уже спит, короче, там, на диване. И гости только и только началось. То есть два с половиной часа Худалар ждали, пока свадьба начнется, короче. И них никто не предупредил, короче. Ну, здесь уже, как бы, привыкли все. Ну, мне кажется, это неправильная традиция, ее надо искренять, ее надо, как бы... Да. Ну, даже люди, когда зовут, они уже знают, что в 9 придут. Тут просто в 5 надо написать, чтобы они помнили. Для прикола. Ну, что сказать. Сколько бы я сюда не приезжал, именно в эту поездку я узнал Ахтал с другой стороны. Я узнал новый, красивый, развивающийся город. И самое главное, я приехал сюда с определенной целью узнать рецепт знаменитого бишпармаха, то есть бишпармаха из рыбы. К господину Назарову я поеду с гордо поднятой головой и с новым рецептом. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...